Привет, народ! Дядя Вова Парата! Кто не знает, я тоже Владимир Владимирович, между прочим. Что, мне тоже нельзя сделать какое-то заявление для партийного собрания? Вот, делаю, здравствуйте, да. Тут могла бы быть ваша реклама, точнее здесь могла бы быть видюшка по колесам власти. Но я просто обязан про это поговорить, потому что такое ощущение, как будто бы у нас есть потеряшки, люди, которые не поняли, куда они пришли. Люди, которые с претензиями ко мне приходят. Давайте еще раз прочитаем, как называется канал. Вот так вот, еще разочек, давайте. Уголок твистера, да? Где-то написано, что я нахожусь у вас на зарплате, и я должен вас развлекать, и я должен говорить только то, что вам удобно. Где это написано? Вот на секундочку расскажите мне. Почему я обязан развлекать абсолютно всех? Этот канал, это мое хобби, это не моя работа, это не моя зарплата. Я вот сейчас расскажу вам. За прошлый год, за прошлый год доход от всего YouTube, это еще до того, как РФ отключили от YouTube, составлял 3% от моего годового дохода. Это со всеми донатами, со всеми спонсорскими поддержками, со всеми там какими-то просмотрами. 3% от моего годового дохода. И вы действительно думаете, что я буду терпеть всякую дичь, я буду присмыкаться, я буду закрывать себе рот, и я буду молчать только для того, чтобы, ну не дай бог, какая-нибудь манта не подумала, что я не так о ней подумал, и что я оскорбил ее. Посмотрите, 3 последних сообщения, которые, ну вообще, ну конкретно меня выбесили. А, во-первых, у меня есть второй канал, на котором я практикую свой украинский язык. Кто вдруг не знал новость, вдруг вы в сообщество не заходите? Ну не заходите, мало ли, а вот видюшку эту посмотрите. Для, может для кого-то это новость, но я родился в Украине, я прожил до 21 года в Украине, по паспорту я украинец, даже в моем американском паспорте записано, что я украинец. Кто-то спрашивает, а почему тогда, товарищ украинец, ты не в Украине, не в полях и не защищаешь? Да потому что по паспорту я украинец, но гражданин Соединенных Штатов, которые здесь, ну вот получилось так, 19 лет тому назад я уехал. Но я здесь работаю на правительство, здесь я могу ходить на разные демонстрации, здесь я могу ходить и прозванивать всяких сенаторов, долбить в Конгрессе до всех, до кого я могу дозвониться, о том, чтобы давали помощь Украине. Если бы я был, например, сегодня в Украине, может быть, я уже был бы 200-м на 25 февраля, скорее всего. А так я нахожусь на своем месте, занимаюсь своей работой, будучи гражданином Соединенных Штатов, но украинцем я делаю все, что я могу, помогая своей родине. Вопрос. Дядя Вова, а какого хрена ты не возвращаешься тогда? А у меня встречный вопрос. А вы знаете людей, которые выросли с мамой и папой, а потом переехали жить самостоятельно? Из-за этого мама вам стала кем-то другим? Вы не переживаете за маму? Не будете маме помогать, чтобы была у вас возможность? Точно так же и здесь. У меня здесь дети, у меня здесь работа, я живу в Соединенных Штатах. Но при этом любить Украину никто мне не помешает. Все, есть еще какие-то вопросы? Теперь. Да, я родился в Одессе, я прожил в Крыму. В большинстве случаев мы разговаривали на русском языке. Но при всем при этом это не значит, это не значит, что я меньше люблю Украину, потому что в большинстве случаев я разговаривал на русском языке. Ну, я разумею украинскую мову, а я и практикую. И поэтому, для того, чтобы практиковать свой украинский язык не на этом канале, а вообще на другом канале, я провожу стримы на украинском языке, где я пытаюсь прокачать свой скил. Я что, не имею права этого делать? Оказывается, не имею. Пришла ко мне одна манта. Манта, это кто не знает, это такой пельмешек, потому что у нас все равно еще пропожрать здесь немножко. Ну и начала мне рассказывать, что я дурачок, что я потеряю своих русскоязычных зрителей, и украинцы меня тоже смотреть не будут. У меня такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, в какой момент разговаривать на другом языке, на другом канале должно разогнать аудиторию. Я не понимаю, неужели есть такие люди, которые там, ты говоришь на английском, боже, все, мы уходим от этого канала, отписались, отписались, отписка. Или ты испанский знаешь? Что он по-французски только что сказал, что там по-французски можно сказать? Пантеля пасе? Нет, что там такое французское? Бонжур, бонжорно? Это тоже итальянское что-то. Или Гуден так по-немецки сказал, все, отписка, отписка, отписка. С каких это пор разговор на другом языке может оскорбить русскоязычную аудиторию? Вот объясните мне, пожалуйста. До меня немножко не доходит. И приходить ко мне с претензиями на мой канал. Ребята, я сижу перед экранчиком, пью чай. Я же не заблокировал свой канал от территории РФ. Ребята, я спокойно могу ставить на своих видюшках, что РФ смотреть не может. И если сильно хотят, по VPN будут заходить. Ну так копеечка будет мне капать. А может мне так сделать? Не, ну правда. Может так сделать и все, и не морочить никому голову. Потому что у меня в основном, ребята, вонь на канале, всякие сообщения, всякие гомофобские прикольчики. Вообще так смешно, если кто-то пытается меня напугать этим. Ну, чтобы не сказать слово куй, надо что-то такое вот хреном, да. Пытаются типа меня подколоть. Ребят, меня подколоть совершенно, ну, не имеет смысла. Кто на канале давно знает, дядя Вова совершенно без комплексов. Абсолютно. Вот меня испугать тем, что сказать, что оскорбить меня тем, что я люблю поигрывать на флейте, это совершенно глупость полная. Да, я родитель номер один. И если кто-то пытается прийти ко мне и пытается меня еще тут где-то оскорбить, на моем же опять-таки канале. У меня вопрос. Вы нормальные вообще? Вы голову когда проверяли в последний раз? Если бы я переживал, если бы я боялся, что, ой, господи, не дай бог же, что-то подумает. Ребят, знаете, сколько я знаю жителей РФ, которые на вид, все там, я такой, мужик, а сам дайте только флейту посмоктать немножко. Нужно избавляться от всех ваших вот этих вот гомофобских закидонов. Есть люди, которые живут не так, может быть, как хочет ваше правительство. И только от того, что дядя, мистер резиновая попа, говорит, что мы не позволим, чтобы в нашей стране были родители один и родитель номер два. Какое твое собачье право? Какое твое собачье право? Шакал ты недобитый. Господи боже. Но приходить ко мне на канал и пытаться подкалывать меня гомофобскими темами, то нафига оно мне нужно? И знаете, от украинцев гомофобская тема не прилетает. Да, я верю в то, что есть украинцы гомофобы. Я в это верю. Я знаю, что американцы гомофобы есть, итальянцы гомофобы есть. Но в РФ большинство сделали это чуть ли не профессиональным спортом, что ли. Вот прям доносить кому-то тему о том, что вот какое-то вот гнобление на тему того, что ты гей. Все. Обязательно надо загнобить. Что с вами, люди, случилось? Еще 20 лет тому назад у вас самая популярная группа была Тату, которая ездила, собирала стадионы по всем странам мира. Их альбом в Соединенных Штатах был популярный. Они, девчонки из Тату, в то время не продавшиеся, они на телеканале в Америке вышли с надписью «Куй войне». Где они сейчас? Где они? Или это другое, простите, на секундочку. Еще. У меня есть сообщество, в котором я иногда выкладываю сообщения. Ну, бывает такое, что я делюсь своими мыслями. И мне говорят, что «Ох, да как ты смеешь говорить на канале про кино, про что-то, что не связано с кино?» Ребята, где я подписал контракт? Где я сказал, что я почку отдаю или селезенку отдаю, если вдруг я на канале начну говорить про что-то, не кино? Кто-то мне говорит, я не хочу тут говорить про политику. Ребят, про политику было, если бы я начал сегодня рассказывать «Голосуйте за партию Чебурашек» вместо партии Шапокляк. Вот это политика. Если бы я начал сегодня говорить, что нужно собрать подписи для вот такого-то мэра. Вот это политика. А когда я говорю, что я против войны, когда я говорю, что Россия напала на Украину и с таким себе замахом, что я сейчас вот это Люкашенко говорит, покажу, с какой стороны готовилось нападение. Сейчас вам покажу. Я не понимаю, либо кто больше дебил? Тот, кто рассказывает, что Украина собиралась напасть на Россию, или те, кто в это верят? Вот я вот действительно этого не понимаю. Когда вам, когда напрямую дядя резиновая попа говорит, что нет-нет, это у нас учения идут на границе, никакой войны не будет. Мы начали специальную операцию, ну по факту мы же не обманули. Ну как бы это же не война, войны нет. Срочников, не, не будем, призывать будем только вот тех по списочку. Вот мне интересно, кто больший долбодятел? Тот, кто сидит у вас в Кремле, или те, кто, открыв варежку, кушает все то, что он им дает? Ребят, я прекрасно понимаю, что можно любить свою страну. Я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, вот у нас там партия черных, партия зеленых в этом, в Игре престолов, да, мы сейчас основная тематика, что ты как бы готов оправдывать свою партию черных, там, несмотря какую они дичь делают. Я это все прекрасно понимаю. Я это понимаю. Но в какой момент, не, вот помните фильм был такой, раба любви, когда еще Михалков вместо Бесогона стал, был еще человеком, когда, господа, вы звери, господа, остановитесь, что вы делаете? Я не понимаю, я не понимаю, насколько люди готовы закрывать глаза, понимать, что их страна творит дичь, вместо того, чтобы верить. Ребят, я с самого начала говорил, есть те, которые говорят, очень многие, я с ними не согласен, что хороший русский, это мертвый русский. Я в это не верю, потому что у меня есть родственники, которые поддерживают Украину, живущие в РФ, у которых паспортеры. Есть друзья, которые выходили на демонстрации, которых забирали, которых в автозаках увозили. Есть те, которые донатят, пытаются переслать деньги, при всем, при том, что сейчас все закрыто, находят способы для того, чтобы помогать беженцам, которые уезжают из Украины. Есть те, которые выезжают в другие страны, чтобы оттуда помогать. Я в это верю, я знаю, я знаю, что в России очень много хороших русских, я в это верю. Но это не отменяет, что в России полно путиноидов. И теперь, еще одна манта мне говорит, как ты можешь в своем, это нормально, плевать в лицо половине своей аудитории? Ребята, какая половина аудитории? Ну какая половина аудитории? Я плюю в лицо только путиноидам, только путиноидам. Если вдруг вы поддерживаете Кремль, если вы поддерживаете политику товарища Пукина, пожалуйста, взяли ноги в руки, нажали кнопочку отписки. Хотите, можете написать, ну вот, ну чус, ну горит у вас, вам нужно сказать, все, дизлайк, отписка. Ну хотите, ну напишите, да ради бога. Вы думаете, смотрите, я у себя на канале, вы действительно думаете, что для меня YouTube это цель собрать миллион подписчиков, чтобы это была моя основная работа. Ребят, если бы я хотел делать YouTube своей работы, я бы делал видео на английском языке. Мы вчера только про это говорили у меня на другом стриме, что доходы от русскоязычной, украиноязычной аудитории, это кошка наплакала. То, что приходит в основном по, у меня я записал видео там, разбор часов на английском языке на одном своем канале. Так там деньги, я только за одну эту видюху заработал больше денег, чем с уголка твистера. За год. Ребята, вы понимаете разницу? За год делать постоянный контент, приходить. Моё, подпитка для моих видюшек, это хорошее настроение. То, что я читаю в комментариях, какой-то вот позитив, вот эти лайки, все. Это меня заводит, от этого я хочу работать дальше. Но когда я прихожу и вижу в комментариях, я понимаю, что я развлекаю путиноидов, мне совершенно этого не хочется делать. Абсолютно. Если вы верите в будущее хорошей, прекрасной России, где будут открыты границы, где она будет сотрудничать с другими странами, где будут честные выборы, а не по 148%. Я не понимаю, неужели кто-то из вас верит? Кто-то из вас верит, что последние годы все эти выборы, которые происходят в России, они честные. Все вот эти вот сидения с жопой на бюллетнях, кстати, им тоже так смешно ко мне приходят и говорят, в Америке у вас тоже там выборы украдены. Это говорит только Трамп, который больше ста с лишним заявок в суд пришло и ни одного доказательства. Ребята, это только создано на публику сказать. У нас украли выборы, украли доказательства есть. В России же доказательства, то одной тете под попой лежат вот эти бюллетни, прописанные за единую Россию, то то, то это. Таких нарушений полным-полно, полным-полно. В Америке у нас на каждом участке присутствуют наблюдатели с той партией и с той партией, для того, чтобы такая дичь не происходила. Вот в чем разница. Будут мне еще рассказывать про выборы в Америке. Вот когда у вас будут честные выборы, вот тогда и поговорим. Если вы в это верите, оставайтесь на канале. Если вы верите, что в России столько территорий своих, которые нужно ремонтировать, отстраивать, строить села, строить города, строить больницы, раз на то пошло. И что это важнее, чем покупать оружие и отхряпывать новые территории у другой страны. Если вы на самом деле в это верите, если вы... Такой вот тоже вопрос. Чей Крым? Если вы считаете, что Крым это не Украина, а Россия, тоже берем ножки в ручки и уходим. Ребята, у меня нет, совершенно нет проблем, если я не соберу 25 тысяч подписчиков к концу года. Ребята, я жил с 20 тысячами, да я и проживу с 10 тысячами. Мое хорошее настроение намного больше мне важно от тех комментариев, которые я читаю. И я совершенно не хочу вот это вот читать. Что я могу постить, что я не могу постить, о чем я могу говорить, о чем не могу. Я у себя на канале могу говорить абсолютно все, что я хочу. Я хочу, буду называть себя королева Марго. Хочу парик нацеплю. Хочу титьки накладные прицеплю. Все, что хочу, то буду здесь и делать у себя на канале. И тут уже вопрос с вами. Вы приходите ко мне в гости. Если какая-нибудь транда пришла в гости в ваш дом и начала крутить козу, как долго вы ее будете выдерживать? Как долго вы сможете за нее держаться? Вы, по-моему, выставите ее прежде, чем она успеет даже чай начать заваривать себе. Ребята, нахрен не нужно не трепать нервы. Если вас так сильно беспокоит и заводит то, что дядя Вова поддерживает Украину, дядя Вова ждет, когда Кремль развалится до последнего кирпичика, не на самом деле, а именно та политическая система, которая есть сейчас. И вместо нее придет новое демократическое правление в России, которое сможет сказать, мы были неправы, забираем наших всех человечков зеленых, территории возвращаем, мы начинаем выплачивать вам репарации за все то, что мы натворили. Открываем границы, проводим честные выборы. Вот, если вы во все это верите, то во что верю я? Оставайтесь со мной, будем сидеть и дальше, общаться и получать хорошее настроение. Все остальные идут вслед за тем самым известным кораблем. Все. Смотрите, даже одним дублем записал. Даже монтировать ничего не буду. Все. Всем пока.